Ну, подумал, действительно, ты как-то расслабилась рядом с ним. Ты выбрала себе мужчину вот такого вот эстета. В каком месте он эстет? Он ценитель женской красоты. Слушай, ну это его проблема, все, он меня выбрал, не устраивает, до свидания. Я уже, знаете, ребят, я, короче, уже устала за что-то бороться, куда-то там бегать, что-то делать, все. С меня довольна, хватит. Не устраивает, все, до свидания. Тат, я просто боюсь, что однажды у тебя разнесет пятую точку, что мы будем делать тогда? Да, ну... Ничего страшного, найду того, кому понравится моя огромная пятая точка. Где этот женский настрой, желание флиртовать, кокетничать? У меня нет этого женского настроя, потому что Валера убил его давным-давно. Тат, вы встречаетесь неделю, как он убил давным-давно. Ну, мы не неделю встречаемся, как бы, это вот, это же не с первого дня. То есть я правильно понимаю, у него сейчас, он начал встречаться с девушкой, и ему сейчас достала какая-то рафинированная, практически пресная, неухоженная бабенка. Правильно? Такая история у нас, Тат. Короче, ребят, вы что сейчас хотите с меня... Успокойся. Все, не трогай меня даже. Идите, я вообще этот разговор продолжать даже не буду. Я сижу волчусь, я сижу. На троих нас никто не слышит, Таточка. Мы хотим... Да, кроме нас и еще 40 миллионов. Надо просто взять себя... По секрету, мы держим группами, по 40 миллионов секрету. Мы из 40 миллионов никому не расскажем, Тат. Надо взять себя в руки, надо меняться. У меня все нормально. Тебе кажется, Тат. Нет, у меня все нормально. Вы посмотрите на себя для начала. Очень секретичные ребята. Вот, а потом уже что-то мне предъявляете. Сидит, ментуменкранц. С него спроса нет, он мужчина, а ты девочка. Ну все, значит, в общем, мне тоже не нравится его жирное пузо. Я что-то ему говорю за это. Пска худеет. А ты говоришь, что тебе очень нравится мой пузо каждый день. Слушай, я утрирую, просто я тебя так мотивирую. Я тебе не говорю, как ты, типа, ты уродка жирная, не худеет. Я тебе тоже говорю, мне так нравится его пузо, чтобы ты подумал, чтобы ты уже как-то, может, по-другому тебя осенил, и ты понял, что у тебя отвратительный живот волосатый. Приятно? Да. Потому что для Валеры это проблема большая. Он хочет рядом видеть женственную красотку. И ты была такой, когда пришла. Все, такого не будет. Почему? Куда же сиделась? Потому что Валера вот эту женственность во мне убил. Я не мог ее убить. Ребят, короче, мне реально вот эта тема достала. Я сижу здесь пять минут, вы меня уже раздражаете, как будто я не знаю, что вы мне сделали. Я вас обоих ненавижу, ни тебя, ни тебя, блин. Успокойся, мы твои друзья. Мы не друзья. Как тебе женственность, которую убил Валера? Давай я буду ее воскрешать. Таточка, скажи, как? Можно отправим ее на перезагрузку? Валера на это удар под дых был. Это все из-за тебя такое говно льется? Какое говно? Которое мне сейчас Влад втирает здесь. И тебя не оскорбляет. Да, конечно, не оскорбляет. Ну, чуть-чуть попа стала толще, ничего страшного в этом нет. Ну, господи, это нормальный процесс, бывает такое у женщин. Ты смотришь на свою бывшую корову, посмотри, вот с таким носом. Там тебе что-то все нравилось. Про нос вообще я бы не говорил. Какая-то, Тата, успокойся, это все нормально. Я сама разберусь, благодарю вас, конечно, товарищи, но я со своей жопой разберусь сама, без вашей помощи. Так она потом будет все больше и больше. Вы не переживайте, тебе с моей жопой не жить. Если твой молодой человек, Тата, пусть в неприятной форме, но говорит о том, что тебе нужно в себе что-то поправить, ну, я понимаю, что неприятно, я еще раз повторюсь, и, может быть, надо как-то было бы подобрать другие слова, но может так сильно не реагировать и сразу не говорить, что у него там пузо, и не обижаться, и не посылать его в задницу. Я не знаю, что на это ответить. Валер, а у тебя конкретно какие претензии? Да, я очень мило, лояльно сегодня утром, там, буквально в двух секундах произнес, что у нее попа чуть расширилась. Она сказала, да, это правда, нужно заняться спортом, и все. Потом это всплыло на тет-а-тете, как бы, и целый день ребята об этом говорят, и поэтому мне это не понравилось. Так, Тат, если ты сама же с ним согласна, тогда почему такая агрессия? Потому что он огласке это придал? У меня плохого нет, у всех это бывает. У меня самого тут так, тут всяк. Я вообще не знаю, что сказать, ребят, у меня слов просто нет. Ну, Тат, ну куда деваться, уже обсуждали. Я считаю, что люди, у которых жопа как калач, они вообще не разговаривают. Я сказал, займись спортом, а то будет попа как калач. Займись спортом, иначе скоро у тебя будет зеркальная болезнь. Да у меня все четко, смотри, о. Ага, а ты намекнула, что моя мама? Я просто о другом, ребят. Мне кажется, многие девушки, которые у нас добыли своих молодых людей на проекте, иногда становятся наплевать на свою внешность. И это не только у нас на проекте, это не только у Таты, да. Это в принципе вообще действительно такое бывает, когда женщина выходит замуж, особенно там, когда беременеет, рожает, порой становится некогда, как они говорят. Или действительно уже все замуж, вышло, понимаете, уже чего переживать. На самом деле, как мне кажется, женщина всегда должна оставаться женщиной. Я считаю, что каждый день слушаю, а то, что ты мне не нужна, ты мне не нужна, ты мне не нужна, я тебя не люблю. Вот эту вот ересь каждый день слушать. От этого у меня нет никакого настроения что-либо делать. Чего ты утрируешь? Я такого не говорил. Я каждый день около тебя пляшу, говорю, какая ты замечательная, какая ты хорошая, целую. Ну давайте будем честными, вот давайте посмотрим, например, есть Сейшелы, да. Покажите нам общий план девчонок. Посмотрите, вот там идет борьба, а там высокая конкуренция. И нет никакой стабильности абсолютно. Сегодня ты невеста, а завтра ты служанка. И каждый день, посмотрите, они выглядят как с иголочки. Что вам мешает выглядеть так же? Зима. Да, конечно. У нас летом было все то же самое. Все то же самое. Тат, я хочу все-таки тебя услышать. Я ничего не собираюсь делать, у меня все нормально. Вот я вспоминаю, когда у тебя был флир с Секирином, с тем же самым, да. Он преподаватель, ты участница, у вас был флир, ты худела, ты каждый день то так, то сяк, то... Он ради тебя вроде в их трусах тут расхаживал. Понимаешь, вот конкретно было, знаешь, это... Но ты ходила красоткой. Ну ты красотка была, я же помню эти лобные места. И когда Валера пришел тоже, ты была тоже красотка. Каждый день с иголочки. Как только заселились, вот эта дулька, розовый пуховичок, понимаешь... Во-первых, Валера, вот эти твои вечные, вот эти голубые башмачки с этими сусами направо и налево. Ты в них не отслабываешься. Удивительно. Не, ну что мне сказать, господи, для человека, который от меня всегда отказывается, мне кажется, без разницы... А где я отказываюсь, где я? Слушай, короче, у меня вообще все по кайфу, у меня все устраивает. Ладно, дайте я скажу. Вот, например, Костя постоянно с Сашей ходит заниматься спортом. Я тоже хочу с ней ходить заниматься спортом. Она мне отказывает в этом. Говорю, идем побегаем. Не хочу. Да, можно сказать, давай будем вместе на спорт ходить. Сначала ты жирная, а давай-ка пойдем с тобой на спорт. Давай жирная, пошли. Я не говорил, что ты жирная. Я сказал, что просто в последнее время у тебя сидячий образ жизни, лежачий. Короче, он просто ревнует меня к телефону, вот и все. Потому что сегодня, Валер, ты слишком много лежишь, постоянно находишься в телефоне. Как мы тебе телефон починили. И вот ты дорвала я телефон и теперь что? Я дорвала я телефон и играла в зомби, блин. И поэтому выросла жопа. И поэтому типа выросла у меня жопа, за то, что я 10 дней играю в эти зомби. Потрясающе. Что, Годиас, ты уже сейчас хочешь сказать? Хочу сказать, заводите глистов. Здесь, конечно, проблема девчонок. Мы иногда за кучей этих... Ну, это и твоя проблема тоже. Бывается, не спорю. За кучей этих разборок и ссор мы забываем, что мы должны быть красивые, мы должны быть ухоженные. Но, как сегодня Черкасов сказал, вот про садовника, да, я запомнила эту фразу, что как цветок поливаешь, так он и расцветает. Ну, а то, что Тата себе забросила, я, например, увидела, что Тате настолько было неудобно, что мне кажется, у нее уже комплекс. Она даже вышла сегодня на кухню и курткой закрыла свои ноги, свою попу, лишь бы это не смотрели. Потому что мужчина все равно должен это деликатно преподносить. А когда они с мужиками ржут над ней два или три дня, то что у Таты толстая жопа, ее мужчина подводит подводки, вот такие, ну, я не знаю, конечно, у каждой девушки опустятся руки. Все равно женщина расцветает рядом с мужчиной. Или когда она одинокая. А когда у нее мужчина дура, ну, как бы тиран, так скажем, она и завянет. Андрей Черкасов. Блин! Вновь очередная тема, в которой Тата унижена. К сожалению, ну, к сожалению, Валер, так и есть, и тут не поспоришь. Все, ну, поскориться пора. Нет, ну, вам исходиться не надо было, друг мой, сердечный. Очередная тема, в которой Тату высмеивают и говорят о том, что она жирная. Тате что нужно делать? Тате не надо говорить, что меня все устраивает. Нет, нужно услышать своего мужчину, безусловно, и нет предела совершенства всем. Нам надо заниматься спортом всем. Есть ощущение, что она завоевала его, успокоилась? Нет, есть ощущение, что Валера просто не восхищается своей девушкой и не делает так, чтобы она хотела для него цвести. Да. Вот в чем дело. Я, по идее, должен сейчас из мужской солидарности сказать, да, конечно. Нет, ни черта подобного. Я просто вижу, что постоянно Валера высказывается так, что мы на Таты посмеиваемся. И даже подводка вот эта, мы сейчас стояли там троем, стебались и так далее. Но Валерик-то поддерживает это. А Валерии надо говорить, что у него девушка самая красивая, самая лучшая. Всегда нужно только хвалить. И личным примером, как делают Костя с Гозиас, поставлю у вас пример, вместе ходить заниматься, вместе быть образцом. А здесь не образец. Черкаш, ты лучший, реально. Позвони мне. Я могу сказать, что Тата очень много замалчивает вещей, и она действительно девочка-боец. Мне очень жалко, что сегодня обсуждаем это в таком ключе. Валера, ты обещал, например, привезти зимние вещи, уже неделю стоит карга. А ты знаешь, что... Я забрал их сегодня, уже забрали. Но ведь, видимо, ты еще не привез, это первое. Второе, почему-то, мне кажется, история повторяется. Я помню Диану Игнатьюк на острове, когда она не снимала купальник, потому что у нее была толстая задница. Ни разу не искупалась. Да, она ни разу не искупалась. И тоже у нее был какой-то комплекс, и ты был рядом с ней. То есть тебе не кажется, что все девушки, которые с тобой, ты развиваешь им комплекс, потому что сам не идеален. Потому что у тебя очень много проблем, потому что ты все хочешь засмеять, ты все хочешь абсолютно замолчать, и ты никогда не бываешь серьезным. И ты топишь свою женщину как бы в своих же собственных комплексах. Она сегодня плачет и говорит, Саш, да дело не в том, я сама знаю, что я красивая, я прекрасная. Но просто Валера постоянно мне делает такие вещи, сколько я хавать должна. Так, теперь я хочу обратиться к Сейшелу, Мексико. Просто нужно за собой ухаживать. И все, следить за своим телом, за фигурой. А я полностью согласна на то, что когда девушка в отношениях, она немного забивает на свою внешность, и уже, ну, пойдет. Конечно, надо накачать сиськи, накачать жопу, накачать губежки, сделать глазки свои, луноглазые, более большими, нарастить вот такие ресницы, тогда ты будешь красавица, конечно, чего нет. Ну вот девушки, которые за собой не ухаживают, у них появляется злость именно к таким. Что плохого в сиськах, как ты говоришь, губах? Всю жизнь мечтала быть стриптизершей. Злость находится в жире. Ты злая, тебе бы доброты внутрь, и все было бы нормально. Ты зачем так реагируешь? Добродеятельница. Ну, все-таки. Давай подведем какую-то черту. Черта следующая. Не надо в телефоне с утра до вечера зависать, лежать на диване и ни черта не делать. Человек должен двигаться, тем более в молодом возрасте. Нужно развивать мозг, тело, все развивать. А каждый день стопориться, сидеть в телефоне, в зомби играть. Можно атрофироваться через пару лет. А в 56 начнется амнезия в таком случае. Так, в итоге будешь стараться. Я сегодня ухожу с проекта. Что? Я не уйду с проекта сегодня, все. Мне вот эту шляпу слушать каждый день. Да что случилось, Господи? Каждый день меня, блин, унижают, оскорбляют. То я жирная, то я тумая, то я ущербная. Я в зомби не играла, а думала, не давала бы такую тупую реакцию в таком случае. Иди, блин, и встречайся с кем-нибудь другим в таком случае. Я вот так, скажи, слушай, почему я должна что-то делать делать? Слушай, а как тебе нужно было сказать? Я нормально сказал, ну как мне нужно... Ты себя посмотри, я нормально... Ты так выставляешь, как будто я пришел тебе в лицо, плюнул и сказал, давай худеть, жирная. Я не рада, что ты стоял с национальною, с Чуевом, и с Черкашевым стояем, и вы надо мной глумили. Я не хожу с тенками, не глумлюсь над тобой, в женской спальне. Слушай, 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 я стараюсь переводить все в шутку, если ты не справляешься с ситуацией. Да потому что тебе все по боку, тебе смешно, потому что ты серьезно не относишься. А я серьезно отношусь к семье, к ситуациям, которые я с молодой. Ты здоровая, руки, ноги на месте, чему грузиться? Мама умерла? Дура ты, тупая. Папа умер? Чего грузиться? Что такая трагедия? Ну попа стала на 5 сантиметров шире, все, блин. Все, слезы, геморрой, я не знаю, что ты переживаешь? Что случилось? Что? Трагедия в жизни не произошла. На дорожку встанешь там 2 раза в неделю, все. Вопрос решен. Нет, поплачь, нет, конечно, поплачь. Нервную систему себе потрепи, таблетки попей. Потрепи всем нервы, давай, конечно, проблема мировая. Кто-то умер из родных, я вот так вот реагирую, когда у меня кто умирает. Я не знаю, ну что тут произошло, елки-палки. Попа на 5 сантиметров шире, все, жизнь потеря. Да дело не упомя, мои высказывания, каждый день честно. Да какие мои высказывания? Я не сказал, что толстая. Ты говоришь с Дианой, то говоришь, что я тупая, то говоришь, что я жирная, то еще, да она мне не нужна, я ее не люблю. Я не слышу всего лишь все, на протяжении 4 дней, ни один человек не пройдется и не захочет, что это делать. Конечно, плачу, плачу. Это мало, сильнее плачу. Да тебе плевать, я не знаю, от этого я и плачу, потому что тебе кофе. Наверное, надо подходить и подбирать какие-то слова, в любом случае, да, нельзя называть свою женщину тупой, ну нельзя так говорить. Я называю тупой, когда я злюсь, когда я нормально объясню, что надо просто думать, причина следствия, все. У Татой всегда такая фигура, вот она грушечка такая, да? Да не всегда, она чуть шире, Сау, чуть-чуть буквально. Чуть-чуть шире, не шире, не важно, если тебе не нравится, если тебе нравятся девочки с другими фигурами, значит нужно было выбирать такую. Возьмите девочку из МГИМО, с которой тебе будет много о чем разговаривать. Возьмите девочку из МГИМО, какая разница, они обычные девочки. Ну и потом Тата тоже и начитанная, и умная девочка, и много языков знает. Ну как ее можно назвать тупой? Ну почему она тупая? Ну реакция глупая, что я. Когда я ходила в коротких шортах, в рубашках, тогда я хорошо выглядела, у меня говорила, что я похожа на ше. Не одевайся так, так и было. А сейчас мне просто одеть нечего, потому что зима, у меня все летние шмотки. Вот сейчас пришли мои вещи, уже не сели, никто ничего не прошел. Я считаю, что так неправильно одеваться, все. Это мое личное дело, ты можешь принять это или не принять, но это мое личное дело. В общем, ребят, я сегодня ухожу с проекта, я хочу, чтобы вы это услышали. Я больше, я не смогу здесь с ним жить. Не смогу. Тать, ты не сели, Ню, ты собой займись. Я не хочу, я займусь, у меня все прекрасно. Что ты живешь ради мужика, только думаешь о нем, пожрал этот свин или не пожрал. Думай о том, что на тебя еще 50 миллионов смотки. Друзья, тишина. Стоп, стоп, все. Тишина. Мы никуда тебя так не отпустим, мы тебя очень любим. И даже если где-то 5 сантиметров прибавься, мы тебя еще больше любим за это. Не переживай. Тебя стало больше. Валер, научись находить слова для своих и близких, потому что ты вот такой, да, ты циник, я все прекрасно понимаю, у тебя очень сложный характер, ты порой действительно не подбираешь выражения. Так можно с друзьями, так можно с кем угодно, с пацанами, с кем хочешь, но не с любимой женщиной. Любимой женщине нужно холить, лелеть и беречь, даже если она набрала где-то там лишних 5 сантиметров. Я нелюбимая, поэтому. Ну, может быть, действительно, ответ в этом и кроется, что ты нелюбимый, поэтому он позволяет себе такие вещи.